Продолжение следует... 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 что она может уйти с мирового рынка зерновых. Но для нас же это будет трагедия. Нет, не совсем уйти. Это просто риск невыполнения контрактов. Например, блокировка портов. Есть ли в квартах, да. Да, блокировка портов, она не бывает постоянно, она какое-то временное. Но срыв любого контракта, он негативно сказывается на имидже страны. Но пока таких предпосылок к этому нет. Сколько сможем экспортировать в этом маркетинговом сезоне? Больше, чем в прошлом. Примерно 33,5 миллиона тонн. Даже мы сейчас пересмотрели ближе к 34. А в прошлом году мы экспортировали 32,4 миллиона тонн. Что касается качества, о количестве уже поговорили. По вашим оценкам и прогнозам, что будем иметь в этом году по основным культурам? По кукурузе понятно, что качество кукурузы в Украине очень разное. В основном качество пригодное для экспорта. То, которое непригодно и великолепно потребляется на внутреннем рынке. По ячменю всегда качество нормальное. Украина одна из ключевых стран на мировом рынке ячменя. И особенно при поставках на Ближний Восток. По пшенице ситуация достаточно проблематичная. Объясню почему. Во-первых, произошло снижение содержания белка и клейковины в зерне. Зерно ушло в сторону фуражных классов. Во-вторых, к этому же самому привело то, что влажная погода в период в конечных стадиях вегетации растений привела к развитию грибковых заболеваний. И зерно массово поражено либо грибками, либо в некоторых локально жуками повреждено. Нестандартная ситуация для Украины. Но, в принципе, значит Украина будет больше продавать фуражного зерна, чем продовольственного. Но в целом, конечно, это сказывается негативно на ценах. Ну, тут мы уже говорили немного о мировых рынках, о ценах. Вот в продолжении я хотела бы поговорить о конъюнктуре мировых рынков. И по данным агентства Bloomberg мы имеем такую картину. За последний год пшеница подешевела на 22%, кукуруза на 26%, соя на 29%. Цены на пшеницу снижаются пятую сессию подряд. И стоимость зерновых контрактов уже достигла своеобразного исторического минимума, начиная с 2010 года. Спереди года. Так, чем это вызвано, по вашему мнению? Вызвано тем, что очень многие страны, ввиду предыдущего недопроизводства зерна, увеличили пассивные площади, нарастили производство. Предложение резко превысило потребление и спрос, и цены пошли и вниз. Особенно это относится к Соединенным Штатам. В дальнейшем цены, несмотря на повышение спроса, которое наблюдается, будут снижаться, по вашему мнению? А мировые цены будут снижаться. Но тут нужно понимать, что мы-то с вами живем за гривней, а у нас внутри страны высокая девальвация. И поэтому при снижении мировых цен мы все равно можем наблюдать рост внутренних цен на зерновые. С одной стороны, это хорошо для производителей, но с другой стороны, нужно понимать, что производители являются такими же потребителями той продукции, которую они импортируют для сельхозпроизводства. И, безусловно, через какое-то время это на них негативно отразится ввиду повышения себестоимости производства зерновых. Через время, я думаю, что самый негатив вылезет где-то, наверное, к весне, когда нужно будет сеять. Пока еще нет такого серьезного роста цен на материально-технические ресурсы внутри страны. Давайте сравним с прошлым годом. Я считаю, что по сравнению с прошлым годом у фермеров, у мелких производителей финансовая ситуация лучше, а у агрохолдингов ситуация значительно хуже. Как интересно, почему? Потому что агрохолдинги – это большие затраты, это привязка к валюте, это жесткий бизнес-план с необходимостью выполнять определенные последовательность финансовых операций, это кредиты, прежде всего, заемные средства. А у фермеров, ну, они держат деньги в зерне, дорожает зерно, значит, они не тратятся на кредиты и на проценты по кредитам, и, соответственно, они получают большую прибыль. То есть цены на зерно выше, чем в прошлом году, соответственно, их доходы тоже выше. Но тут нужно еще понимать один простой момент. Вот мы говорили о качестве зерна, мы говорили о фузариозе. Фузариоз – это грибок. Да, с одной стороны, с течением обстоятельств, то есть даже в тех регионах, в которых его никогда не было, в этом году возник ввиду влажной погоды. Но, с другой стороны, это показывает, что аграрии очень четко экономили на средства защиты растений, потому что не хватало денег. Ну, и мы видим, что стоимость наших аграрных компаний резко снижается. По данным Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса, за полгода она упала на 20%. С чем вы связываете настолько существенное падение? Ну, во-первых, вы правильно сказали, что цены упали, и они продают аграрную продукцию, они на ней зарабатывают, соответственно, их прибыли от реализации продукции снизились. Во-вторых, очень многие из них работали за кредиты в заемные средства в валюте. Валюта подорожала на процентов, не знаю, 40. То есть, для того, чтобы вернуть эти средства в валюте, им нужно больше увеличить свои расходы на 40%. И так по всей их производственной цепочке в результате их стоимость и их прибыли упали. Тенденция такая, она будет продолжаться в ближайшие месяцы, как считаете? К снижению? Ну, нет. Сейчас мы собрали урожай, и, в общем-то, после его реализации финансовое состояние немножко улучшится. То есть, по сравнению с текущим. То есть, возможно, мы не увидим таких ярких дефолтов, как Амрия. Но, тем не менее, ситуация вообще у них остается достаточно тяжелой. У них есть две задачи. Это реорганизовать свою структуру, реорганизовать свой бизнес в плане сделать его более, ну, менее подверженным влиянию каких-либо внешних факторов. Это, думаю, что каждая компания будет принимать решения самостоятельно. Например, Кернел заявил, что ему удалось реструктуризировать свою задолженность перед кредиторами. Другие компании пока молчат. Но, понятно, что проблема будет, частота проблем у агрохолдингов будет увеличиваться. Как интересно, мы с вами неоднократно говорили о том, что будущее за крупными агрохолдингами, об этом не только вы говорили, об этом говорили другие ваши коллеги, аграрные эксперты. Сейчас мы видим прямо противоположную тенденцию. Как надолго она может затянуться? Если говорить о том, что 300 тысяч и 500 тысяч гектар, то это крупные агрохолдинги, то, может быть, мы тогда должны говорить о том, что крупные агрохолдинги это 100-200 тысяч гектар. То есть, может быть, не стоит гнаться за масштабом, а все-таки думать больше об эффективности. Но я же говорю, что это каждая компания будет решать сама. Последний вопрос относительно рентабельности аграрного бизнеса вообще в нашей стране. В частности, учитывая нынешние объективные и субъективные проблемы Украины, по вашему мнению, насколько вообще эффективно будет заниматься этим в ближайшее время? Нет, ну агробизнесом всегда будет эффективно заниматься, тут вопросов нет. К тому же не бывает годов только позитивных по рентабельности, бывают и негативные. И потом, понимаете, земля – это средство производства. Если ее не используют как средство производства, то и ничего не заработаете. То есть, будут работать сеть, всегда будут досевать и всегда будут все убирать. Другое дело, что, видимо, в разные годы будут побеждать разные группы компаний по эффективности. А вот как сделать, чтобы в среднем агробизнес был стабильно прибыльный? Ну, тут это очень такие тонкие механизмы надо вводить, как, допустим, биржевая торговля, ценовые индикаторы, механизмы страхования и так далее. Ну, по крайней мере, мало что из того, что сейчас делается, реально может стабилизировать, помочь стабилизировать ситуацию. Основная надежда – это на то, что мировые цены когда-нибудь опять станут высокими. Давайте на это надеяться. Спасибо вам за участие в программе. Время стекло и мы должны заканчивать. В конце лишь напомню о том, что в проекте «Акцент» на телеканале «Первый деловой» мы общались с директором информационной компании «Проагра» Николаем Верницким. Оставайтесь с нами, не пропустите главного. Я же прощаюсь до следующего эфира. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!